Всем привет! Хочу сегодня вам показать, как разделать слоёмное тесто. Я купила вот такое вот, продолговато оно готово, раскатывать не надо и вот такое вот, они квадратные. Выглядит это вот так. Вот такое вот и вот такое вот. А выглядеть у нас будет вот так. Вот это у нас будет без начинки, а это у нас будет с начинкой. Вот я уже приготовила несколько штук и покажу, как разрезать. Складываю пополам, делаю линию, ещё раз пополам, линию, чтобы легче было ориентироваться. Нажимаю углом ножа и не протягиваю, потому что тесто хорошо оттаяло, с этой стороны также. Теперь вторую и третью и четвертую. Вот тут до конца не разрезаем, должно получиться 1 2 3 4 5. Здесь делаем параллельно этим. Уголки хорошо разрезаем. 2 3 и 4. Вот так, чтобы у нас было более-менее одинаково, более-менее одинаково. Так, сюда. Второй вот ориентируемся на этот, второй, третий и четвертый. Четвертую сторону ориентируемся на эти полоски, на эти. Раз, вторая, вторая, третья и четвертая. Вот так у нас должно получиться. Теперь будем их складывать. Берем этот первый уголочек, загибаем его вот так вот. Берем второй и чуть-чуть отступая. Третий наверх, тоже отступая. Четвертый и пятый. Вот так. Берем нашу палочку и нажимаем. Нашей палочкой. Отсюда, сюда, сюда к краю. Теперь делаем третью сторону. Вот тут, если у вас даже немножко разошлось, нужно вот так вот слепить. Первый уголок, второй, третий, четвертый и пятый. Вот так. Нажимаем от уголка, от середины, от середины к краю. Вот так. И последний. К серединке можно придавить здесь или кисточкой. Вторую, третью, четвертую и пятую. Так. От серединке к углу. Вот так. Вот так у нас должен получиться вот такой цветочек. Еще один покажу. Уголок. Этот уголок. Тесто уже у нас мягкое, но с ним можно работать. Этот уголок и этот уголок. Вот так. Вот так вот. И теперь наверх вот эти уголки на расстоянии. Третий. Так. И четвертый. Второй. Третий. Третий. Нет, третий. И вот так вот. Четвертый. Теперь можно придавить. И вот так вот. Теперь второй. Третий. Четвертый. И пятый. Потом придавим. Второй. Немного отступая. Третий. Четвертый. И пятый. Вот так вот. Теперь мы их придавим. Тут можно их чуть-чуть ближе приподнять. Нажимаем. Вот так вот. Четвертый наш. Можем тоже так чуть-чуть к середине приподнять. Вот так вот. Вот так у нас такой вот получается цветочек. Эти у нас будут, я уже говорила, без начинки. Теперь покажу как вот эту делать. Складываю наполовину, делаю полоску. Еще раз по длине наполовину. Тоже полоску. Это для того, чтобы я могла ориентироваться как резать. Здесь тоже немножко отступим от середины и здесь. Потому что здесь у нас будут тоже такие полоски. Как раз до этой полоски нужно ориентироваться. Второй. Третья. Это полоски. И четвертая. Здесь я делаю немножко толще, чтобы больше к уголку подойти. К квадратику. Теперь с этой стороны. Один. Второй. Третий. И четвертый. Теперь вот так вот параллельно будем делать. Третий. 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 И четвертый. Третий. И последий. Третий. и на эти и на эти, чтобы более-менее ровно было и чтобы более-менее одинаковые были. Здесь немножко в сторону ушли тоже ничего такого страшного. И последние. Теперь мы их будем складывать. Берем наш уголок. Можно вот тут первый придавить слегка. Второй наверх на расстоянии, третий на расстоянии, четвертый и пятый. Отсюда ровно по уголкам, чтобы захватить уголочки и вниз. Вот так. Делаем встречную. Первую можно придавить. Вторую наверх. Третью, четвертую и пятую. И нажимаем к краю, чтобы все уголочки были нажаты. Делаем этот уголочек. Придавливаем наверх на расстоянии, отступая чуть-чуть. Третий, четвертый и пятый. Так. И ровно по уголкам вниз. Вот так. Каждый уголочек был нажат. Делаем четвертую нашу сторону. Так. Прижимаем. Второй. Если чуть-чуть не до разрезано, то можно чуть-чуть разрезать. Второй, третий, четвертый и пятый. Нажимаем. Уголочек к уголку нужно делать. Вот так. И вниз. Чтобы все уголки были прижаты. Теперь делаем вот эти. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Все. Прижимаем чуть-чуть. Вторую наверх. Третью и четвертую. Прижимаем. Прижимаем. Нужно было и пять сделать, но я теперь уже сделала четыре. Прижимаем все уголочки. Первый. Прижимем чуть-чуть вот так. Второй, третий и четвертый. Прижимаем. Так. Вот так получилось. Сюда мы будем выкладывать начинку и наверх вот этот узор. Здесь наверх, когда мы кладем узор, вот здесь лучше вилочкой вот так вот проткнуть, потому что она вздувается, когда пекется. Чтобы не вздувалось. Вот так вот начинку выкладываем. Начинка у меня сгущёнка. Две ложки сгущёнки взяла, две ложки какао через сито просеяла и добавлю жареных семечек. Всё сделаю на глаз. Только чтобы смешать жидко не нужно делать. Может у нас будет открыто и чтобы не вытекало. Ещё немножко семечек. Вот так мы выложим. Выкладываю начинку очень тонко. И выкладывать буду только там, где узор. Сейчас семечками я первый раз эту начинку в слоёном тесте делала. Посмотрим, что получится. Можно просто тонкий слой джемом намазать. В джем лучше добавлять муку или манку, чтобы он не растекался. Вот так просто наверх выкладываем, не прижимая ничего. Также делаю второй. Вот здесь я ещё сделала разрезы. Можно тоже просто нажать вилочкой, чтобы она когда пекется не поднималась. Вот что у нас получилось. Это у нас которые без начинки. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал на YouTube, пишите комментарии и до скорых встреч. Всем пока!